Депутат Госдумы с бойцовским прошлым Александр Карелин провел в Хабаровске мастер-класс. И не о том, как быть депутатом. Конечно, показывал, как бороться. Он уже не первый раз у нас в гостях и всегда на мастер-классах аншлаг. Любовь Краснослободцева побывала на занятии. Не так часто можно встретить депутата Государственной Думы в тренировочных шортах, но позади нас сейчас Александр Карелин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. В прошлом, естественно. В борьбе каждая мелочь имеет огромное значение. Понятно, нет, о чем мы говорили? Или пока не понятно? Понятно. Понятно. Вот у того такой высокий голос, тут еще мало что понимает в борьбе, но молодец, что пришел. Александр Карелин, можно сказать, внезапно приехал в Хабаровск для того, чтобы провести мастер-класс для хабаровских детей, которые занимаются разными видами единоборств, в том числе и греко-римской борьбой. Взял захват, на пьяку, а ногу ставят вот сюда. Ногу ставят вот сюда. А у вас сын вообще как, серьезной борьбой занимается? В будущем мечтает, наверное, стать такой, как Карелин. Такой, как Карелин, то есть вот так вот примерно выглядеть. Немножко уши помятые у борцов, такая шея приличная. Да. Понимаете, да, какой сын будет? Да, он уже расположен, предрасположенность, мне кажется, генетическая всегда есть у детей. Какому-то спорту, да? Да, либо дано, либо не дано. То есть, ну вот у нас дано, мне кажется, он такой короткошей, коренастенький, крупный. Самое главное – это уши. Не боится, он уже готов к этому. Что, как варенички будут, да? Да, он уже, говорит, будет как трубочкой. В качестве тренера Александр Карелин сегодня использует нестандартную методику. Вот видно, что один из спортсменов, которых он тренирует выше, и он стоит на коленях, это называется партер-стойка, а второй младше по возрасту и ниже. Тот, кто на коленях, это дает, нужно тому, чтобы укреплять, можно сказать, кисти рук, также реакцию, а тот, кто стоя, быстроту наброс, чтобы замотать соперника надо и зайти за спину. То есть это, ну, два человека работают, то есть. А вы такую методику раньше применяли? Я нет, это впервые вижу вот такое. Почему Александр Карелин не работает тренером, если он такой талантливый, а пошел в Государственную Думу работать? Ну, это, не знаю, это вопрос такой. Ну, там, наверное, больше полезен тоже оказался. Александр, вот так вы выглядели раньше, что поменялось вообще с тех пор, как вы стали олимпийским чемпионом? Я стал более разговорчивым. Девиации, депутатство дает о себе знать. А что произошло вообще? Работа. Я служу депутатом Государственной Думы. Больше книг стали читать или вообще просто общение следует? Нет, это я как раз в том злом госостоянии читал книги. Сейчас я читаю больше документов и книги уже другой направленности. А тогда я читал замечательную художественную литературу. Мастер-класс закончен, но я думаю, что Александр Карелин еще не скоро покинет этот спортивный зал, потому что практически каждый из мальчишек, этих парней, спортсменов, желает с ним сфотографироваться. Любовь Краснослободцева и Павел Легалин. Большой город Лайф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова